всем привет сегодня я вам хочу показать как запекать normal map программе marmoset toolbug с недавнего времени с какой-то версии точно не знаю появилась такая функция bake то есть можно запекать карты различные и сейчас я вам покажу полностью весь процесс как это все происходит значит нажимаем на эту иконку хлеба хлебушка и появляется у нас такая вот опция в которой я переименовываю так как у меня модель по порядку то здесь я сделал имена которые мне нужны здесь у нас есть хейдж и лоу соответственно хейдж мы загружаем высокополигональную модель в лоу низкополигональную модель которую мы сделали заранее и в низкополигональной модели мы сделали развертку значит настройки здесь коснемся значит те которые нам более-менее и нужны и которые использую я значит здесь я ничего не трогаю в этой верхней шапки насчет геометрии камни разуме это не принадлежит здесь адрес задаем нужный адрес у меня модель 9 и соответственно и папка 9 имя даем сохраняется видите формате psd сохраняем можно сразу чпек сохранять без psd но если мы делаем несколько карты покажу ниже где их включать то лучше всего сделать формате psd они там все вместе будут прекрасно себя чувствует в одном файле потом уже которые нужно отредактировать отредактируете фотошопе которые не нужно оставлять по умолчанию сохраняем название файла здесь она сразу видно что и куда идет значит сам я стоишься 4 так как по времени но немного занимает вероятно за того что у меня разрешение мне которое нужно мне 2048 значит здесь можно выставлять по умолчанию видите на максимально до 8000 разрешения у меня модели небольшие то есть это такие вот пропсы для игры один из проекта у меня иначе туда мне нужно запечь нормам выставляем сам лес 64 формат я оставляю такой же здесь тоже мы меняем не модерайт ставим а кастом если мы оставляем модерайт то будет очень большой паддинг и если модель вот здесь меня не хоть и пересекается но я их не разделил потому что там чуть-чуть подмазываешь фотошопе и нормально выглядит но если нужно модели отодвигать и их много то если оставляется вот этот модерайт это происходит нахлёстывание этого паддинга близлежащие куски развертки это много артефактов и исправить уже очень сложно потому что если опять повторюсь много очень кусков раздвинули очень много кусков модель состоит из многих частей то это сложно поэтому ставим кастом здесь также можем регулировать там больше меньше число и значение клавиатуре выделяем это я оставляю 8 если много карт то мы нажимаем эту галочку multilayer psd и все карты которые нам надо запечь видеть представлены уже по умолчанию normal, normal, object, kruatura, ambit и так далее перечитаться не буду их много то нажимая эту клавишу все карты выбранные здесь галочками они попадают в один файл которому мы дали заранее имя и адрес его на компьютере разрешение уже сами поняли вот он здесь и чтобы добавить недостающих карт которые могут нам понадобиться здесь вот мы их выбираем так вроде бы все рассказал то что хотел все здесь я настроил адрес дал теперь мы нажимаем файл и импорт модель и выбираем девяточку скроем предыдущую вот наша низко полигональная модель такая у нее сетка значит сделал я ее баллонку делал в 3d max и потом помещал ее в the brush эту модель ну и там делал соответственно настройки которые мне надо и получилось то что получилось то что видите на экране потом захватываем вот эту верхнюю часть и перемещаем в low это у нас теперь низко полигональная модель следующий импорт модель высокополигональная вот она появилась по поводу полигонажа как вы видите она занимает вертексе 357 тысяч угольков 715 тысяч поэтому нужно обязательно сделать его уменьшить полигонаж чтобы она в нашем нашей программе хорошо работала помещаем ее в high то есть в ZBrush я сделал Destimation Master и уменьшил ее в разы то есть она весила полтора миллиона полигонов теперь она весит в два или три раза меньше не теряя при этом качество поместили обе модели туда куда нам надо высокополигональную высокополигональный high низкополигональную модель низкополигональную low опцию теперь переходим в low и здесь есть такая интересная функция которая не видно в программе xnormal которую я обычно запекаю это cage его можно настраивать визуально видно видите да просвечивается визуально видно как он значит cage действует и можно увеличивая его чтобы не было вот этих белых пятнышек иначе будет артефакт на нашей готовой карте нормальной вот пятен не видно и получилась у нас вот такая вот обволакивающая пленка назовем ее так так называемый cage и в принципе мы все настроили выбираем наш хлебушек номер 9 и нажимаем на кнопку bake открываем одноименную папку и видим здесь готовую карту нормально пересохраняем ее чпек таким же названием получается она и скрываем high модель здесь выбираем норму surface норму и выбираем нашу готовую карту карта применилась то есть вот получилось у нас карта нормально очень быстро и качественно также здесь есть опция скил то есть показали показывает направление нормали их тоже здесь можно регулировать редактировать то есть если вы видите где-то вот что-то как у меня получилась такая штука значит нажимаем туда paint skew и попытаться как-то закрасить это но лучше это делать в photoshop мы видим на 2d такие темные пятна с помощью которых можно делать направление для карты нормальной ну что же на этом я заканчиваю это видео надеюсь вам оно поможет здесь я показал как запекать с помощью программы marmacy toolball версии 3.08 карты нормальные и в таком же плане можно запекать и другие карты которые может запечь эта программа спасибо за внимание если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока